Три блока занятий – ведение VR-волонтерства, техническое обеспечение и техника безопасности. Последний занимает особое место, ведь надев шлем виртуальной реальности, человек может столкнуться с головокружением. А у людей с эпилепсией такое оборудование может вызвать приступ. Волонтеры помогут сориентироваться в виртуальном мире и сделать пребывание в нем максимально комфортным. Возможности виртуальной реальности безграничны. Уже сегодня благодаря данной технологии можно совершить экскурсию по Эрмитажу, прыгнуть с парашютом, прогуляться по крышам и даже попасть в парк юрского периода. Все это VR-движение набирает большие обороты. И хочешь ты это, не хочешь, но непосредственно тебе это как-то касается. И также это нас коснулось, нашего центра подготовки волонтеров. И мы решили, почему бы не сделать такой проект, который обучит ребят-волонтеров правильному использованию VR-оборудования. Недельный тренинг включает лекции о том, когда появилась технология VR, для чего она используется и почему необходимы волонтеры в этой сфере. На практике познакомят с техническим оснащением и научат правильно пользоваться оборудованием. Около 80 участников школы, студентов, аспирантов и школьников сдадут экзамен. Прошедших обучение наградят сертификатом и включат в базу волонтеров, через которую их смогут привлекать для работы на мероприятиях. В ДУФО сейчас приходит большое количество событий с использованием таких площадок виртуальной реальности. Это направление сейчас очень быстро развивается. И мы бы хотели, чтобы наши волонтеры не отставали от времени, в котором живут. Решили освоить новое направление. Наши ребята участвуют в большом количестве событий и обладают многими компетенциями. Школа проходит в пилотном формате. Еще предстоит понять, как именно ребят будут задействовать в мероприятиях. И на всех ли событиях потребуется их помощь. Однако то, что волонтеры в сфере виртуальной реальности будут востребованы – это факт. Решила стать волонтером в ВЕР, потому что это новые технологии, это очень интересно, это очень нравится людям. И это очень большая возможность развить себя и развить свои какие-то новые знания и новые навыки. 2018 год объявлен годом волонтера. А в Приморье в настоящее время действует порядка 200 волонтерских организаций. В общей сложности в них состоит более 10 тысяч человек. Активисты не просто помогают в организации, проведении мероприятий и акций самого разного уровня, но и воплощают в жизнь собственные проекты и инициативы. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.